Угрожает ли Украине дефолт? Мы решили узнать не у экспертов, не политиков, а простых граждан. Для этого отправляемся на улицы столицы. Угрожает. Конечно угрожает. Здесь в Украине вообще никаких, ни экономической политики, никого вообще не существует. В нашей Украине все угрожает, пока не поменяются там тысячи мэров и всех остальных. Так дефолт уже случился, что вы не знаете, денег нет в казне. Вы что думаете, рассчитываться есть? Чем нечем рассчитываться? Казна пустая. Скажем так, экономическая обстановка в стране показывает, что все-таки возможен, конечно. Но будем, конечно, надеяться на лучшее. Украине все есть для того, чтобы она развивалась. Есть народ, который хорошо работает. И работать может даже за даром. А нет умных правителей. Ни в коем случае не угрожает, потому что Украина сильная страна. И я уверен, что найдутся возможности наладить экспорт, воспользоваться теми возможностями, которые у нас есть. И закрыть дырку в бюджете. Может быть экономики угрожают людям. По-моему, по барабану уже. Я думаю, что угрожает. Страна ничем не отстает от отстающих стран. Думаю, нет. Дефолт у нас в головах. Вот когда будут люди нормально працювать, будут нормально на речи смотреться и выкинуть психическую складовую, в плохом смысле этого слова, никогда не будет дефолта у нас. У нас мы самодостатная страна. Ну, сейчас же во всем мире творится, вы же сами знаете, что. Так что как во всем мире, так и у нас. Я думаю, что они угрожают, потому что на сегодняшний день влада, хоть працюет не совсем досконало, но сделает все, чтобы дефолт не стался однозначно. То есть мы серьезная страна, а не Африка, как ты скажешь. От нашей страны, что хочешь, можно ожидать. Процентов на 60, да. А процентов на 40, будем надеяться на наше здравомыслящее правительство, что что-то у нас получится. Даже если будет дефолт, Украина во все времена выживала. Анекдот. Встретились оптимист и пессимист и обсуждают кризис. Пессимист говорит, хуже уже не будет, а оптимист будет, будет. Что будет завтра, не знает никто.